Далее я спросила про лицензию, ему также ответили, что лицензия получена на компанию Файдин Сассед Менеджмент, что в ближайшее буквально время выложит новости и если вы видели, что у нас были сайты на технической работе, несколько дней были сайты отключены, мне менеджер ответила, что проводились работы, какие именно это конфиденциальная информация. Должна была быть загружена лицензия, но пока не загрузили, она также мне ответила, что скорее всего не успели, либо это будет сделано немного позже. Поэтому, друзья, я понимаю ваше волнение, я понимаю ваши чувства и вот сейчас мы в перерыве на кофебрейк разговаривали с партнерами, я понимаю, что всех волнует вопрос, а где же деньги? Меня тоже этот вопрос очень волнует. Я также понимаю прекрасно, что те суммы, которые накоплены в наших кабинетах, те бонусы, которые мы с вами заработали и которые также хранятся в кабинетах у людей, у кого разблокированы, у кого не разблокированы, мы все задаем вас вопросом, откуда же деньги, как они смогут с нами рассчитаться. Не буду лезть в дебри, не буду полностью пересказывать всю информацию, о чем веду, пытаюсь вести разговоры, то есть в роли разведчика, у меня впервые в жизни я работаю в роли разведчика, отдаваясь полностью компании, я приверженец моей компании, я никуда не иду, нигде не еще там чего-то другого, потому что физически не могу, не потому что не хочу. То есть как инвестор, возможно, я где-то еще инвестирую, как и все, наверное, из вас. То есть я зарабатываю деньги, на что-то жить мне нужно. Но работать по маркетинг-плану пока нигде не работаю, потому что у меня просто физически нет времени. И когда мы разговаривали с теми, с кем мне удавалось выйти на связь, все в один голос утверждают, что деньги в компании есть, что расчеты будут производиться, конечно же, скорее всего, не по той схеме, к которой мы привыкли. Наверняка это будут лимиты, наверняка это будут какие-то другие системы платежные, не так, как мы привыкли, что мы выводили только на платежные системы, там, по трансферу, да, по усвифт-переводу. Наверное, будет что-то другое. То есть, если честно, я разговаривала с Мухиным до его увольнения и после того, как ему сообщили, пришло уведомление из компании, что, ну, с ним расторгивает договор, вернее, договор закончился, и он уволен. Ну, и вы знаете, да, обычно как происходит? Звонишь человеку, когда его обидели, и он тебе рассказывает все. Вот я тут 30-го, когда он мне сообщил, такую смс-очку прислал, что меня уволили. Я ему тут же набрала. Мы с ним разговаривали очень долго, наверное, полчаса. Ну, то, что он поговорить любит, это понятно. Всем уже, да, он разговаривает всегда много, не всегда по существу. Но даже в тех его разговорах, которые передаются, я говорю с людьми, кто в курсе, да, по чатам какая-то информация ходит. Многие говорят, что он пустая меля, там много говорит, слов, которые не исполняются. Но по факту, когда ты собираешь всю информацию, как я, вот, люблю пазлы, да, собираю. Я собираю эту информацию, складываю в картинку, я понимаю, что в его словах много правды. Итак, господин Мухин до последнего входил в руководство компании. И, соответственно, владеет информацией намного большей, чем лидеры, даже чем Ольга Клейнард и так далее. И если он любит поговорить, вот мне интересно, а что, никто из партнеров даже не записал его выступление? Что-то я не нашел ни одного ролика с многословными выступлениями господина Мухина. А ведь у него информация, где ваши деньги, господа. Она, может быть, не вылезает вот одним таким, скажем так, блоком. Почему? Потому что, ну, как амбициозный человек, он сначала расскажет о себе много, причем пять раз его звонишь, он пять раз об этом говорит. Потом он дает какую-то маленькую частичку информации. И поэтому, когда я с ним начала разговаривать, вот после того, что его уволили, он сначала высказал мне свои обиды, что было, чего не было. А потом я начала задавать конкретные вопросы, что как же так, что же там денег нет. И он мне сказал такую вещь, что перед тем, как начали проводить предпродажный аудит, денег на счетах было достаточно. И суммы, которые должны были быть выплачены всем, без исключения по спискам, да, кто ожидал неплоды, деньги превышали на 100% сумму, которая должна была быть. То есть, в принципе, по деньгам вроде бы проблем никаких не было. Что там было дальше, я уже не знаю, потому что вот сегодня он не выходит на связь, скорее всего, он поменял телефон. И от 8 февраля было последнее мое ему сообщение, он его не прочитал. Напомню, что 7 ноября 2017 года было объявлено, что компания Агам продается. И новый потенциальный владелец, господин Субхан, объявил, что будет проводиться юридическая проверка сроком от 3 до 6 месяцев. И по итогам этой проверки будет принято решение, будет куплена компания Агам или не будет. Так вот, Ольга говорит, что по словам господина Мухина, во время предпродажной проверки на счетах компании, я так понимаю, Агам, потому что речь о продаже компании Агам идет, на счетах компании Агам было в 2 раза больше денег, чем необходимо для того, чтобы инвесторам заплатить. Отлично. А теперь внимание, господа, очень интересный момент. Если вы являетесь инвестором и живете в Европе или в странах СНГ, а какое отношение вы имеете к компании Агам? Вы же прекрасно знаете, что 22 августа на конференции было объявлено, что компания Агам на рынке Европы и СНГ больше не работает, а были созданы две новых компании, Леонора Свис и, соответственно, Five Wings Asset Management. Вот они будут работать на территории Европы и СНГ. А компания Агам будет относиться к рынку Азии, Африки и Америки. И, соответственно, даже если, как говорит Ольга, на счетах компании Агам было денег достаточно, чтобы всем заплатить, а вы-то, господа, тут при чем? Ну, как пословица говорит, деньги-то есть, да не про вашу честь. Ну и давайте вспомним, господин Рабала еще несколько месяцев назад объявил, что он уходит из компании. Господин Гелоберт вроде бы как официально из компании не уходил, но, заметьте, его нигде нет. Лидершипы не проводятся, те, которые были запланированы, отменяются. Нет ни на живых мероприятиях, ни онлайн. То есть такое ощущение, что он тоже слился. Последним связующим звеном с компанией Агам был господин Мухин. Ольга Клейнарт сама нам озвучила, что Мухина уволили, и связи с ним нет. Вот и приехали. Да, не то, что касается господина Стрельцова. Он, конечно же, никакого отношения к Файвинс не имеет. Он работает как юрист, юридическая поддержка. Но, тем не менее, он с нами осуществляет связь, с нами встречается. И его обнадеживающие такие вот фразы и моменты, о которых мы с ним разговариваем, они все-таки дают мне право говорить о том, что я надеюсь, и надежда умирает последней, я надеюсь на то, что все-таки нас порадует выводом. Я надеюсь, что все-таки нас порадует выводом. А я призываю вас включить обычную логику. Итак, по словам господина Мухина, во время предпродажной подготовки компании Агам на счетах было денег достаточно. Но вы прекрасно знаете, когда что-то продается, хоть компания, хоть дом, хоть автомобиль, естественно, свой товар стараются преподнести с лучшей стороны. Если кто-то продает бизнес или компанию, естественно, он старается показать, что смотри, у нас классная компания, она прибыльная, у нее много денег, у нее много активов. То есть во время продажи никто не будет просто так забирать десятки миллионов долларов и кому-то отдавать, правильно? То есть наоборот, владельцы компании будут по максимуму, до последнего, денежки держать на счетах, чтобы во время юридической проверки все выглядело чинно и благопристойно, чтобы у покупателя было желание эту компанию купить. При условии, что если это действительно продажа, а не очередное бла-бла-бла. Итак, владельцы компании Агам надумали ее продавать, а соответственно у них нет никакого резона и никакого интереса снимать со счетов компании десятки или сотни миллионов и переводить на счета компании FiveWings Asset Management, чтобы компания FiveWings с кем-то там расплачивалась. Вообще, на мой взгляд, 22 августа был совершен очень элегантный кидок. Инвесторы из Европы и страны СНГ инвестировали куда? В компанию Агам. Договора заключались с компанией Агам. И вот 22 августа на конференции Гелоберт с Рабаала выходят и говорят, а вы знаете, мы на территории Европы и СНГ больше не работаем. Кому я должен? Всем прощаю. Все вопросы теперь вот к этим двум новым компаниям. Леонора Свис и FiveWings Asset Management. А есть ли у них деньги или нет, это уже не наши проблемы. Класс, да? Опять же, не исключая момент того, что будут изменения. Изменения, скорее всего, будут и по процентным ставкам. Я не знаю, как это будет выглядеть. И, скорее всего, будут изменения по маркетинговой программе. Ну, о том, что будут изменения по маркетинговой программе, этого стоило ожидать, потому что вы прекрасно понимаете, что развивать бизнес – это одно. А те, кто проходили полиграф, они прекрасно понимают, что развивать бизнес похожего, скажем так, направления в других компаниях, лишает вас права получать те бонусы. Ну, я думаю, что это вот одно из исключений таких тоже, как бы, они осуществят. Вот. Что еще хотелось бы мне вам сказать такого радостного ПП? Чем бы вас вот так вот вдохновить, да, чтобы вы все-таки надежды не теряли. Ну, в интернете я об этом заявляла и скажу вам сейчас также. Пока от компании не поступит сообщение о том, что компания закрылась, это скам, что все уже не наш отдых заслуженный, я буду отстаивать интересы нашей компании и наших партнеров. Официального объявления о том, что компания закрывается, может вообще никогда не быть. Я уже привел в пример компанию Kairos или компанию WebTransfer. Циферки у людей в кабинетах есть, сайт работает, но вывести они уже там год или полтора ничего не могут. Так что это не показатель. Наверное, это вас не успокоит, но тем не менее я хочу вам всем сказать, я очень рада нашему знакомству, я очень много сегодня новых людей видела. Я хочу сказать, что это, наверное, все-таки характеризует и меня в том числе как личность, да, потому что человек, который берет на себя ответственность и несет ее до конца, этот человек является надежным партнером. Кто меня похвалит, если не я сама себя. Но тем не менее, друзья, все-таки, как мне говорят, что же нам делать, как же нам быть, но это больше относится не к вам, относится к другой категории партнеров, инвесторов, потому что все мы подразделяемся на разные категории, и инвестор, который сегодня ждет, когда откроется вывод, это просто инвестор, который знает, что может быть в компании всякого плана или в рейтинг, и там какие-то изменения. Я знаю, например, есть инвестиционные фонды, за этот период времени пришлось так обширно полазить по просторам интернета, и я знаю, что есть инвестиционные фонды, которые закрывались даже на два года и не выплачивали людям инвестиции, потому что у них были какие-то там, я не знаю, структурные изменения, может быть, изменения другого характера, но тем не менее, потом они возобновлялись и начинали свою деятельность. Итак, якобы существуют инвестиционные фонды, которые прекращали выплаты, два года не работали, а через два года начали снова платить. Но хотелось бы конкретики, что за инвестиционные фонды, их название, потому что если они действительно существуют, ну, наверное, есть смысл с ними сотрудничать, раз они так привержены своим клиентам и четко соблюдают свои обязательства. Я надеюсь на то, что наша компания все-таки, которую мы рекламируем, да, именно наш фонд 5 asset management заработает в полном объеме. Надеюсь на то, что буквально в ближайшие дни мы получим какие-то хорошие новости, как мне обещали, мне обещали 25 числа что-то сказать, ну, посмотрим, что там будет, я, скорее всего, о вас оповещу. 25 февраля прошло, никаких хороших новостей, как я понимаю, так и не прозвучало. Ну, а так, что я хочу сказать, я очень рада за то, что вы всегда собираетесь здесь вместе, что вы делитесь информацией, что вы не стоите на месте, не ждете, а получаете возможность зарабатывать и в других направлениях, чему я, собственно, тоже учусь и буду вместе с вами всегда. Ваша Ольга. Спасибо. Спасибо. Можно вопросы, конечно, да. Я вот, например, вот сейчас вот слышала вот такое сообщение, что Ольга Нора, она, как говорят, зарегистрировалась в Ютубе. Если вы по поводу того ролика, который выходит и там сообщается о том, что конференция «Жених» в мае, да, это неофициальный канал, я задавала этот вопрос руководству, это не канал компании, поэтому можете на это не обращать внимания. Еще давайте вопросы, пока я здесь, я же приехала к вам, вы же меня ждали. Еще завтра весь день вопросов будет. Это же еще не вечер. Значит, по поводу «Атлантиклоба» «Ассетменеджер», когда получила я утром информацию, в тот день, когда написано было на «Азиятрейд», что продажа не состоялась, я задала срочно вопрос Стрельцова, потому что мне нужно было вести конференцию, и он мне сказал, что я первый раз слышу об этом. И сегодня тоже нет точного ответа, не могу сказать, потому что я не получила такой информации, хотя Стрельцов задал быстренько вопрос туда, куда он задает, куда-то выше, видимо. Ему сказали, вам какое дело, вы же к нам не относитесь. Ой, вернее, к вам же «Атлантиклоба» «Ассетменеджмент» не имеет никакого отношения, поэтому работайте, мы работаем в обычном режиме. Поняли, да? «Атлантиклоба» «Ассетменеджмент» к вам не имеет отношения, и деньги его тоже к вам не имеют отношения, поэтому не надо ссылаться на господина Мухина, который рассказывает, что якобы у компании денег полно. Дальше женщина задает технический вопрос, как поменять номер телефона, но к нашим вопросам это не относится. «Да». «А в каких-нибудь странах сейчас выплаты есть?» «Нет, в платформе нигде, ни в какой стране нет». «Кроме Германии». «Да, и в московском офисе еще какой-то есть, да». «Это шутка». «А, шутка, потому что вы не подписали в Россию». «Спасибо». «Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго».